Спасибо. Прежде всего хочу представить тоже моего коллегу Андрей Николаев. Это ведущий разработчик нашей компании. Он вместе со мной прочитает доклад. Очень приятно. Всем привет. Меня слышно? Отлично. Да, слышно. Прежде всего, чем мы занимаемся? Мы занимаемся давно и эффективно внедрением Bitrix24 и в частности CRM-систем. Естественно, когда компания небольшая и процессы построены достаточно стабильно и ровно, тогда классическая схема CRM, когда идет у нас лид, клиент, сделка, линейная классическая схема, она хорошо ложится на компанию. Но что делать тогда, когда компания у нас уже выросла, когда процессы уже сильно нестандартные, когда компания большая? Собственно, это и является ограничивающим фактором. Простая схема типовая, линейная, продажи нелинейные. Соответственно, исходя из четкой структурированности Bitrix, выявляется ряд недостатков. Например, вы не можете правильно работать с иерархией. Если у вас компания работает с холдинговыми структурами или даже с разными отделами, то вынуждены ввести все дела либо в одной карточке, либо в разных. Если вы введете в одной, у вас возникает путаница. Если вы введете в разных, вы не видите общую картину в целом. Соответственно, линейная модель прав в Bitrix, она тоже линейная. Вы не можете дать внешнему подрядчику, какому-либо случайному человеку из вашей компании, например, техническому специалисту, доступ только к одной конкретной сделке и только к интересующим его полям. Вы должны открывать всю сделку, показывать всю финансовую информацию и всю историю. И вы не можете собирать с этого ту аналитику, которая нужна именно в вашей отрасли. Мы расскажем подробнее, как мы решали эти кейсы для всех наших клиентов. И начнем с первого кейса. Очень часто компания работает с контрагентами, когда с той стороны не одна компания, а, например, либо холдинг какой-то, либо группа компаний. Что делать, если с той стороны много различных контактных лиц и очень много юрлиц? Ну, я возьму сразу же кейс, например, из Pharma Distributes, это там один из наших клиентов. Pharma Distributes работает с аптечными сетями. У аптечных сетей есть бренд, есть несколько юрлиц. У каждого юрлица есть там несколько аптечных киосков либо аптек. Что делать, потому что получается, что на уровне бренда есть одни контактные лица, на уровне юрлиц вторые контактные лица, на уровне аптечных сетей третьи контактные лица. И там, и там, и там необходимо, например, оплата поступает с одного места, доставку надо делать в другое место и так далее. То есть получается так, что классическое CRM мы можем запутаться именно с тем, с порядком компании и кто является нашим контактным лицом. Традиционно способов реализации не так много. От классической настройки, когда мы делаем одну большую карточку CRM, куда запикиваем все интересующие поля по всем интересующим глиераткам. Или разработка своего модуля. Разработка своего модуля довольно затратное предприятие. Да, вы получаете все то, что вы хотите, но это очень дорого, это занимает много времени. И если вы не видите четкого результата, к чему вы идете, что хотите получить, то, скорее всего, вы этого не получите. Большая карточка CRM, да, можно штатно, это дешево, но при этом практически не решает кейсы, которые вы хотите. Получается, что менеджер, работая с очень большой карточкой, он начинает забывать, какие поля ему сейчас нужны, какие поля интересуются для данного уровня. И традиционный вариант это работа. То есть получается, что вы работаете с существующей CRM, при этом это стоит очень дешево, но как следствие вы не можете обновляться. Bittrex 24 это все-таки законченный продукт. И каждый раз, когда вы вылезаете в стандартную механическую систему, каждый раз, когда партнер делает для вас что-то нестандартное, скорее всего, это повлияет на обновление. Вы уже не сможете просто так без заботы нажать кнопочку обновить и получить все интересующие механики Bittrex. Традиционно, когда мы с клиентами, мы предлагаем несколько способов решения той или иной проблемы, которая возникает у клиента, его боль. И у одного из наших клиентов получилось реализовать именно иерархичную схему без потери обновлений. Соответственно, мы разделили списки по каждому уровню иерархии. На каждом уровне иерархии отображаются только существующие поля. При этом все это, все компании, тренды, торговые точки, все это Bittrex-компании. И у вас работают также приложения, CRM, REST, все то же самое. Получается, вы не жертвуете обновлениями, но при этом получаете интересующие вас механики. Заходя на каждый уровень, например, компании, ZAO, MPZK, вы видите вложенные в нее компании, можете сразу создать, указывая только необходимые поля. Получается, что вы обретаете преимущество и не теряете при этом обновления. Довольно нестандартная схема и требует от партнеров очень большой и сильной компетенции. И перейдем к следующему кейсу. Очень часто бывает так, что компания, отдел продаж работает с другой компанией по нескольким проектам, либо с несколькими различными менеджерами. Что делать, если получается, что сделки у нас ведут, менеджеры ведут несколько сделок, при этом они независимы, но менеджеры должны знать какую-то информацию друг о друге, о сделках друг друга. Ну, например, возьму тоже кейсы из… один из наших клиентов, это рекламное агентство при радиостанции одной. У них задача такая, то что они работают с крупными федеральными брендами, бренды, часть дают рекламы напрямую на радио, часть рекламы поступает через другие рекламные агентства. Получается так, что один менеджер ведет клиента напрямую, второй менеджер ведет через агентство. Третий менеджер может ввести ту же самую компанию по другому продукту. И как сделать так, чтобы менеджеры знали в целом информацию о других сделках, но не знали очень много подробностей. Защита информации тоже очень важна. Собственно говоря, способов реализации не так много. Из коробки их нет. Если в иерархии компании мы можем сделать большую карточку и можем как-то регламентом разграничить поля, то здесь мы не можем сделать этого от слова никак совсем. Получается, что способов два. Либо мы можем какими-то ухищрениями и маленькими, так называемыми, хаками изменять систему под себя, либо мы разрабатываем полностью свою платформу. Свою платформу, свою CRM, это очень затратно. Вообще слово затратно, это применимо к коробочной версии B324, когда у вас происходит что-то нелинейное. Получается, вы берете систему и дорабатываете. Например, одной из такой доработкой можно считать так. Можно разрешить пользователю смотреть все компании, но уже при выводе в сами списки ограничивать то, что будет видеть пользователь. Да, это не закрывает полностью вашего кейса, но при этом решает какую-то его часть. Для нашего клиента мы нашли более интересный способ. В Bittrex есть так называемый механизм пресетов, который позволяет пользователю, который определяет на основании пользователя, что именно он хочет видеть и в каком порядке. Когда пользователь заходит в карточку, мы на основании его групп и его прав и настройок администратора определяем, какой именно пресет ему подключить. Пользователь уже не может настраивать эту карточку под себя, если это не его компания. И получается, он видит только те поля, которые ему доступны. Что делать в списке? Потому что пресеты для списков не работают. Вы можете видеть полный набор полей и, например, имейл клиента. Соответственно, по правам для данного пользователя мы не должны видеть и Петти Товы, и ЗАО, и ПЗК имейлы, потому что это не его компания. Мы просто не выводим их в список. При этом он видит, что такие компании есть, и он может видеть доступную ему аналитику по данной компании. Перейдем к следующему примеру. Очень часто среди наших клиентов бывают заказчики, это большие компании, которые работают с производством, либо технологические компании. То есть, например, компания, которая поставляет станки на завод, либо автоматизирует завод. И сделки здесь очень часто идут не месяц, а месяцами и даже годами. Что делать, когда необходимо при сделке не только подключать менеджера по продажам, но и аналитика, архитектора, инженера, сметчика, бухгалтерию. То есть, в принципе, получается, что с клиентом должна работать целая команда, там, в 10, там, до 15 человек. При этом все, кроме менеджера по продажам, должны подключаться периодически. Перелистнулись немножко слайдик. На один назад верните. Можно назад один? Долгосрочный проект – это очень длинная и сложная операция. Вы должны вести пресейл, должны полностью учитывать его стадии, не потерять договора и другие сопроводительные документы. К слову, документы должны не просто учитываться, вы должны генерировать их прямо в пресейле, сделке или любой другой необходимой вам части системы. Выполнять работу, собственно, ставить задачи, контролировать ход исполнения. Решать проблемы, когда у вас длинный, очень длинный проект, технический особенно. Вам необходимо подключать других технических специалистов. Например, вам нужно сделать переоценку проекта или привлечь внешнего финансового аудитора. Как это сделать так, чтобы получить все необходимые для вас возможности в данный момент. И, собственно, вы должны собирать аналитику и следить за рентабельностью. Наверное, самый интересный кейс, который был у данного клиента, это тендерная часть и работа с собственной технической поддержкой. Из сделки, из пресейла пользователь, менеджер, администратор может создать обращение в техническую поддержку. При этом в самом обращении у него доступны такие возможности, как, например, собственная SLA в зависимости от типа обращения и предиктивная логика, которая сама подскажет, как решить ему ту или иную проблему или, наоборот, решит ее за нее. При этом система будет помогать обслеживать вам все метрики, в том числе, сколько задачи, сколько обращения провело в работе, сколько оно должно еще провисеть и поставит напоминание. Тендерная часть аналогична работе сделки. Это собственный инструмент со своими стадиями. И когда тендерная часть закрывается, она плавно переходит в сделку. Получается, что для пользователя этот инструмент работает невидимо. Он работает точно так же в стандартных интерфейсах и получает все возможности. Но отмечу, что это полностью разработанный нами модуль. То есть это не стандартный механизм битрикса. Поговорим немножко о делах. Здесь очень много клиентов. Я думаю, есть и менеджеры, которые работают со сделкой. Вы создаете, например, звонок. Что делать, если вы не дозвонились? Клиент ставит завершенным звонок, ведь он же по факту пытался дозвониться, он просто не смог, и создает новый. А если еще раз такая ситуация повторяется, и еще раз, и еще раз, какую аналитику он может с этого снять? Сколько менеджер сделал звонков? Какая средняя длительность разговора? А как узнать, привел ли этот разговор к результату? Как узнать, что было получено и как анализировать эти метрики? К сожалению, битрик 24 не предоставляет стандартных инструментов для отслеживания данных параметров. К тому же, даже если вот просто взять, например, конференц-кол, когда связывается несколько сотрудников в компании с одним клиентом, вы просто не зафиксируете тот факт, что эти сотрудники тоже участвовали в звонке, и звонок по факту уйдет только ответственному. Ведь это же большой простор для постоянной KPI-метрик. Если мы могли бы сразу категоризировать какое-нибудь дело, добавить туда дополнительных участников, которые бы тоже получили свой плюс один к тому, что этот звонок был, и отметить результативностью. Ведь по факту вы сможете собирать тогда необходимые вам данные и строить так называемые паутинокомпетенции. На скриншоте плохо видно, но поясню словами. Мы строим отчет на менеджера Ивана Иванова за месяц. И мы видим, сколько звонков, которые привели к результату, сколько звонков он сделал и по каким параметрам. Например, он сделал в районе 60 звонков для исправления ошибок, то есть решения каких-то конфликтных ситуаций. И при этом мы видим, что по проекту в общем-то сложности он совершил 50 дел. Получается, что так как Иванов плохо ведет дела, у него есть очень много проблем, но проблемы эти он решает хорошо. Может быть, пару к Иванову поставить менеджера, который хорошо работает с проектом, и тогда у него будет меньше претензий. Но и самого Иванова можно использовать для решения других задач. Например, перекидывать на проекты, где проблем очень много, и они решаются плохо. Отмечу то, что в принципе это плюс одно маленькое действие. То есть когда в результате звонка просто менеджер ставит результативность его, что он звонил, по какой теме звонил, дает сразу же большую аналитику, которую можно дальше уже рассматривать и давать людям дальше работать более эффективно и для себя, выполнять им более интересные для них вещи и быть более эффективными для компании. Собственно говоря, сейчас не новость, что существуют так называемые скрипты продаж. Это те маленькие механизмы, которые помогают продавать или решать проблему. И вот вы меняете скрипт продаж. Когда вы заметите, что скрипт работает плохо? Через месяц, через неделю, через год? Но вы потеряете на этом деньги. Как понять, что компания уже сейчас имеет убыток через пару дней после изменения скрипта? Все очень просто. Этот маленький график результативности сразу в динамике показывает вам, что идет не так. Когда у вас упала результативность, что у вас происходит со звонками. И вы сможете смотреть этот срез не просто по менеджеру, вы можете смотреть это по отделам и даже по всей компании. Отследить, что у вас прошло не так и где, вы можете довольно легко и прям вот с точностью до даты. Но это еще не все. Вы теперь не просто знаете, почему у вас плохо работает менеджер, там условно не создаются, не завершаются сделки или много отмененных сделок. Вы будете знать конкретно, почему отменилась каждая сделка. Вы можете посмотреть, сколько звонков было сделано. Какой менеджер наименее результативный на данном этапе сделок. Например, менеджер по пресейлу, Вася делает очень плохие звонки. Из-за этого он теряет клиентов. Но Петя на этом этапе работает хорошо. Так может имеет смысл на Петю переназначить больше звонков, чтобы на этапе пресейла, на этапе первичного оформления сделок, чтобы он больше работал. Тогда и будет меньше проигранных сделок. И больше прибыли получит компания. Ну и более того, когда уже идет работа с клиентом, уже когда клиент является нашим и мы с ним работаем, то можно видеть как раз по росту, например, количества звонков либо обращений, каких-то нерезультативных, либо проблемных, можно сразу же заранее до момента, когда негатив клиента перейдет уже в какую-то формальную стадию, он начнет уже там звонить и ругаться, можно это предупредить и заранее какие-то принять меры, поменять человека, либо усилить, либо саму снять какие-то проблемы со стороны клиента. Ну, перейдем к следующему как раз кейсу. Очень часто с B324 работают не только маленькие компании, но и большие. И когда у нас CRM работает большая компания, получается CRM работает разные роли. То есть, ну, начнем сверху. То есть руководители любого звена, и им нет необходимости смотреть на подробности по каждому клиенту, по каждой сделке. Если надо, он зайдет, посмотрит. Ему нужны в целом аналитика, как что идет, чтобы все нормально, чтобы было все в норме. Финантистам, бухгалтерам очень важные вещи, что касается оплат. То есть выставление счетов, акты, наличие оплаты и так далее. Менеджерам, например, нужна детальная аналитика по клиенту. То есть он детальная карточка сделки, он все ведет, заполняет. Контактный центр, общается с клиентом, то есть ему надо все коммуникации, звонить. То есть получается, что у каждой роли есть свои наборы действий, шаблоны действий, как они работают с клиентом. Да, в B324 есть функционал очень гибкий, и карточку можно менять под себя, как удобно. То есть, в принципе, мне удобно настроить. Я скрыл те поля, которые мне не нужны, их переименовал, перевестил. Но я могу это сделать для себя, либо для всей компании. То есть, да, хорошо, каждый под себя настроил, но когда приходит, например, новый бухгалтер, а бухгалтера, вы знаете, люди, они очень консервативны, и она посмотрит в CRM, она увидит вот это большое множество полей, она скажет, я сюда не хочу идти, сделайте что-нибудь. Получается, что в компании надо заводить отдельного администратора по B324, который будет приходить к каждому настраивать индивидуальный вид. Более того, хотелось бы немножко добавить, что от эффективности того, то есть, насколько быстро тот или иной пользователь найдет информацию в сделке, зависит его эффективность. И настройка карточки – это очень важный этап. Специально для решения этой проблемы мы разработали собственный модуль, который работает с пресетами. У пользователя-администратора, который работает в CRM, появляется дополнительный пункт. Он выбирает, что именно он хочет назначить. Карточку, сделки, список. Выбирает пользователя, у кого наилучший пресет по его мнению. При этом он может посмотреть его прямо сразу в этом же окне. Какие поля, в каком порядке. И гибко выбрать, кому он хочет ее назначить. Причем это могут быть пользователи социальной сети, это могут быть определенные группы, это могут быть даже конкретные пользователи или любые другие сотрудники и отделы в том числе. Что хотелось бы сказать вместо вывода. Настраивать под себя Bitrix24 можно и нужно, потому что это повышает вашу эффективность. Но вы должны четко понимать результат, к которому вы хотите прийти. Чем именно он вам поможет. И делать это нужно только тогда, когда процессы в вашей компании уже выстроены. Если вы будете пытаться выстроить их на базе Bitrix24, у вас ничего не получится. У меня все. Большое спасибо за интересный доклад. Тут был вопрос, вы занимаетесь ли вы только коробкой? Мы занимаемся не только коробкой, но и облаком. Но за счет того, что облако само по себе еще более монолитно, чем коробка, большинство наших решений, оно в принципе в облаке не работает. По факту в облаке у вас остается два варианта. Либо вы настраиваете ваше облако под требования, либо вы полностью разрабатываете собственный модуль. Спасибо большое.